МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До празднования 71-й годовщины Великой Победы осталось совсем немного времени. В канун 9 мая журналисты традиционно обращаются к теме войны, к подвигу наших ветеранов. В этом году мы решили немного выйти за рамки привычного и рассказать о том, как жила республика в годы Великой Отечественной войны, чем была наполнена жизнь наших земляков в перерывах между тяжелым физическим трудом и ожиданием писем с фронта и сводок с валей сражений. Как корреспондентов новостей нас интересуют самые разные стороны жизни. Например, что было на столах жителей республики, как питались в годы войны, как был устроен досуг, какие фильмы показывали в кинозалах, что играли на театральных сценах, какие перемены привнесла война в промышленность и сельское хозяйство Хакасии и многое другое. Источником информации и вдохновения в первую очередь нам послужили статьи наших коллег-журналистов, работавших в то время в местных газетах. Конечно, большая часть публикаций политизирована, но параллельно есть масса любопытных фактов и историй. Кстати, сегодня благодаря Национальной республиканской библиотеке нет необходимости перелистывать подшивки старых военных газет. В 2015 году было все оцифровано и сегодня находится в свободном доступе. И в коллекции представлены газеты областные, городские и районные, выходившие в годы Великой Отечественной войны на территориях Хакасии. Это были газеты, есть у нас «Большевицкий путь», «Знамя советов», «Саралинский горняк», «Таштыбский колхозник», «Шахтер». И все эти газеты нам предоставила Российская государственная библиотека города Москвы. Оригиналы хранятся там. Помогать в подготовке материалов в проекте «Хакасия» в годы войны нам будет Национальный архив республики. Здесь помимо официальных документов хранятся и фотоархивы. При съемке сюжетов о далеком прошлом отсутствие картинки – одна из главных проблем телевизионщиков. Поэтому мы рассчитываем и на помощь телезрителей. Нам интересно все – фотографии, вещи той эпохи, воспоминания очевидцев или родственников о нашей республике в годы войны. Темой нашего следующего сюжета станет промышленность Хакасии. В течение всей войны в республике пытались наладить производство сахара. Даже построили специальный завод и сеяли сахарную свеклу. Что из этого вышло, расскажет мой коллега Виктор Лушников. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!